Встреча началась с минуты молчания в памяти о невинных жертвах репрессий, после чего начальник управления социальной политики Александр Балакин представил участникам митинга «Книгу памяти жертв политических репрессий Свердловской области». Ее презентация состоялась в Екатеринбурге. В книге собраны биографические справки о расстрелянных и отправленных в лагеря. Эти документы нужны сотням тысяч людей, чтобы найти сведения о судьбах родственников. Нужны историкам, краеведам, учителям и журналистам. Экземпляры здания с ограниченным тиражом Александр Балакин вручил директору централизованной библиотечной системы Юлии Печерской. Я думаю, что мы все сделаем для того, чтобы эту книгу все прочли, все с ней познакомились и сохраним для наших потомков, для того, чтобы они читали это, изучали это и гордились теми людьми. Участники митинга пожелали прикоснуться к книге. Говорили о том, что политический террор для нашей страны – особая трагедия и колоссальное горе. Отец Иоанн сослужил молебен по невинно погибшим в суровые годы. И мне вот от лица церкви хотелось бы передать на сегодняшний день, для чего мы с вами свято храним эту память об этих людях. Для того, чтобы эти события никогда не повторялись. Кто-то может скажет, а как же они повторятся? А вроде бы время другое, люди другие. Но на самом деле, когда человек руководствуется грехом, когда его сознание входит в зло, когда только одним злом он правит и корыстью, то к чему это приводит, мы все с вами видим. Жертвами политических репрессий за советский период стали приблизительно около 40 миллионов человек. Десять лет провел на Савовках родственник нашей землячки. Брат моего деда, Ефремов Григорий Степанович, молодой паренек, 18-летний, когда в деревню приходили то белое, то красное, он, значит, белое, забрали лошадь. И он, жалея лошадь, он пошел с ними, думая, что он как бы вернется, и дошел с ними до Харбина. И там у него семья была, все, а потом китайские власти отдали, выдали русских вот этих вот, которые переселенцев, и его повезли на Соловки. И он вернулся больным, но не сломленным человеком. А сейчас вот такие данные вскрываются, что, открытые архивные данные, что 4 миллиона доносов. И доносили не верхние, там, высокопоставленные люди, а сосед на соседа, коллега на коллегу. У россиян есть важная задача – разобраться, как стал возможен террор против миллионов интеллигентных, образованных, трудолюбивых и очень любящих свою родину людей. Совершенно неоправданно, совершенно незаслуженно по сфабрикованным делам. Значит, люди стали жертвами, буквально, там, горстки чиновников, как сегодня говорилось, которые не только выполняли план по привлечению к уголовной ответственности, но и перевыполняли. Большая группа единомышленников работала над созданием книги памяти, данные которой говорят о том, что в период с 1918 по 1953 год в Свердловской области было незаконно осуждено около 47 тысяч человек. Огласке были преданы многие факты. После митинга у камня с жертвам политических репрессий участники акций посетили памятные знаки в местах расселения рабочих поселков репрессированных.